Он работал в отрасли раньше и знает ее специфику. Однако, отмечает эксперт, Маганис был весьма неплох в своей должности. Что Маганис сделал, он умел лавировать очень хорошо между разными группами интересов, которые в Венспилсе, там свои интересы, в Риге свои интересы, в Лепо и другие. Он сумел найти какой-то средний, средний, взвешенный вариант, баланс сил. Все были как-то им довольны. И он умел также налаживать контакты с нашими зарубежными партнерами. Одно неверное движение, и Латвию переиграют соседями. Эстонцы, наши соседи, рады тому, что есть какая-то неопределенность в работе латвийской железной дороги в таком стратегическом плане. И они, конечно, хотели бы это использовать, но все-таки предпосылок для этого очень мало, потому что мы видим, в каком плачевном состоянии вообще находится эстонская железная дорога, у которой товарооборот круто пошел вниз после политических событий. В свою очередь, назначение на должность главы РЖД, выходца из Латвии Олега Белозерова, по мнению российских экспертов, обусловлено исключительно внутренними российскими проблемами. По мнению Екатерины Шульман, сейчас Кремлю нужен человек, который будет просить у государства меньше денег и при этом оказывать социальные услуги, пускать пригородные электрички и не создавать социальные напряженности. То, что выбирается зам, не присылается внешнее управление, то, что называется в России варяг, а начальником становится заместитель, говорит о том, что есть стремление не, что называется, перевести финансовые потоки в другую сторону, не реформировать структуру, да, такие тоже цели иногда ставятся, а целью ставится поддержать ее работу, чтобы более-менее все шло по-прежнему. То есть выбор зама на место начальника всегда говорит о том, что хотят, чтобы структура продолжала работать, чтобы все было тихо. Здесь в Венспилсе кончается латвийская железная дорога. И люди, которые тут живут и хорошо знают нового начальника РЖД Олега Белозерова, надеются, что он все же не разберет железную дорогу на пути в Латвию. Личное дело Даниила Смирнова, Латвийское телевидение. Ну и, кстати, что интересно, Владимира Якунина любит...